С 8 утра в Лазаревском районе открылись все 57 участков. Виктор Филонов, который на протяжении нескольких лет возглавлял район, пришел на избирательный участок одним из первых. Определиться с мэром города Сочи, это соответственно с будущим нашего города, с счастливым будущим нашего города, потому что очень много сделано во время Олимпиады, во время его подготовки и на сегодняшний день еще много очень планов, которые для того, чтобы наш город процветал, чтобы каждый из жителей нашего города был счастливым человеком. Активно голосовали и кандидаты в мэры Сочи. Анатолий Пахомов, как избиратель, посетил избирательный участок в органном зале. Я голосовал за счастье горожан и за процветание нашего любимого Сочи. Еще много предстоит сделать, но надежды самые хорошие, потому что город стоит на пути развития, процветания. Еще один кандидат на должность главы города, Алексей Бочкарев, голосовал в микрорайоне КСМ на своем участке 46-33. Сегодня предстоит жителям осуществить свое право избирательное и принять участие в голосовании. Это необходимо им сделать, чтобы не остаться в стороне. Город Сочи у нас после Олимпиады расстроился, появилось еще больше забот, нужно содержать все, что построено было и вводить в эксплуатацию то, что еще не было введено. Кстати, активисты ТОСАК СМ по многолетней традиции на всех участках микрорайона организовали угощение. Избиратели почвы свежей выпечкой и соком. А вот эти малыши через 18 лет уже смогут участвовать в голосовании. Накануне свой выбор сделали их мамы. В перинатальный центр доставили урны для голосования. Елена Цирульнику, у которой родился уже четвертый ребенок, говорит, выбор сделает обязательно. Мы надеемся, что наш новый мэр сделает все возможное, чтобы этот город рос и развивался в дальнейшем и стал еще красивее. Чтобы дети наши обязательно были счастливы в этом городе. За ходом голосования следили многочисленные наблюдатели. В местах его проведения были усилены меры безопасности. Часть горожан определилась с выбором в ходе досрочного голосования. В ходе досрочного голосования на избирательных участках в городе Сочи проголосовало 13 938 избирателей, что составляет 4,25% от числа избирателей, включенных в списки. Особенностью является и то, что на всех избирательных участках будут использоваться и переносные, и стационарные урны, выполненные из прозрачного стекла. Чаще голосовать на дому решали и пожилые сочницы. Ветеран войны Павел Артемович Зубенко имеет 27 наград. Медалями и орденами увешана вся грудь. Одним из первых принял бой с врагом 22 июня 41 года. Одним из первых и голосует. Утром к нему домой приехала выездная избирательная комиссия. В Сочи ветеран живет 60-го года. Отмечает, курорт изменился в лучшую сторону. Считает, что Сочи и дальше должен процветать. Готовили и провели наш город в вопросах Олимпиады. Это тоже было ответственно. И сделали очень много прекрасного. И сейчас город выглядит очень хорошо и прекрасно. Вот перед нами сейчас задача стоит избрать человека, который смог бы продлить или продолжить эту работу, которая была у нас. Чтобы наш город не затух снова и превратился в ничто, а чтобы был еще краше. Члены выездной комиссии торопятся. Впереди еще много работы. Только их группа за день должна посетить 29 избирателей. Все они по тем или иным причинам проголосовать на участки не могут. В общем-то это пенсионеры, которые не могут по различным причинам подойти до нашего участка. Это возраст, это болезнь, по причине которой они не могут выйти. Инвалидность, естественно. Очень много людей, которые колясочники, которые не могут доехать. Они нас вызывают. Самые крупные избирательные участки Сочи были оснащены комплексами обработки бюллетеней. Десять так называемых КАИБов сейчас установлены во всех районах курорта. Каждое автоматизированное устройство показывает количество поданных бюллетеней. Это позволяет любому избирателю самому оценить явку на своем участке. Также умная электроника почитает голоса за каждого кандидата. И после завершения голосования подведение итогов займет всего несколько минут. У нас один из немногих участков, в котором у нас работают электронные голосования, установлены КАИБы. У нас такие голосования уже были. Очень удобно, потому что очень удобно ведется подсчет голосов. То есть, наверное, привлекают внимание граждан нашего микрорайона, потому что нравится посмотреть. Сама техника. Дети с удовольствием приходят с родителями. Сами горожане охотно шли голосовать. Многие считают это своим гражданским долгом. В стране от будущего курорта оставаться никто не хочет. Пришла проголосовать, потому что это наша обязанность. Наших детей, наших внуков, чтобы у нас в городе было красиво, чисто, хорошо, уютно жить было, дружно, все народы должны жить мирно. У нас соседи много разных национальностей. Мы все мирно и дружно живем, чтобы все было у нас прекрасно. На выходе из избирательных участков традиционно шел опрос, так называемый «экзит-пол». В этом году, кстати, его данные полностью совпали с результатами подсчета в бюллетене. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».